Человек и Земля. Если вы увидите вот эту картинку, это просто знак, иероглиф китайский. На самом деле очень древний, древний символ, обозначающий человека. Человек находится между небом и землёй. Своей головой он попирает, не попирает, а он соприкасается с Божьими энергиями, у которых нет формы. А ногами он стоит на Земле, на форме, на нашей Земле. И он передаёт вот эту энергию с неба на Землю. Но для того, чтобы он делал это качественно, правильно и был при этом здоровым, он должен распясться. То есть он должен быть чистым проводником. Вот почему эта идеограмма, собственно, символизирует человека и его жизнь. Какой механизм того, что мы так живём, так работаем и способны быть такой биологической фабрикой, наше тело. Мы сейчас говорим про тело. На этом занятии мы говорим про тело только, про физическое тело. Вот какой механизм? Механизм общий, механизм для живого существа человеческого. Он называется механизм отождествления и растождествления. Или механизм усваивания, переработки и выбрасывания. Мы кушаем яблоко, мы его усваиваем. Мы его ассимилируем, мы его внутрь забираем. В момент, когда мы кушаем яблочко, и оно входит в наше тело, оно становится нами. Мы отождествлены. Наше физическое тело отождествлено с этим яблоком. Оно может сказать, я скушала это яблоко, я уже и есть это яблоко. Но потом мы перерабатываем наше тело, это яблочко. И оно выходит в виде фекалий. В этот момент мы уже, наше тело вам скажет, я уже не есть яблочко. Я уже не есть яблочко. Механизм отождествления и растождествления, это самый главный механизм нашей эволюции. Итак, мы сейчас будем делать упражнение, которое бы нам позволило посмотреть, с какими частями физического мира мы отождествлены правильно, а с которыми неправильно. Дело в том, что части нашего тела физического, они принадлежат нашему телу, но наше тело — это не совсем мы. Если наше физическое тело здоровенькое, и у него всё в порядке, ногти, его кожа, волосы, всё здоровенькое, всё нам принадлежит, мы с ним отождествлены, мы его используем. Но теперь вот представьте себе на минутку, что есть такие враги, которые используют ваши волосы или ваши ногти для того, чтобы войти с вами в контакт через ваше отождествление с вашим телом. Это очень распространённая практика всех племён, скажем, африканских, тихоокеанских, я думаю, что и племён языческих, других культур. Они очень широко использовали вот эти языческие практики, магические использования частей вашего тела. Почему вообще это возможно? Было бы. Почему? Потому что любой кусочек вашего тела, с которым вы отождествлены, он всё равно сохраняет эту информацию и связь с вами. Если, например, этот кусочек тела попадёт в плохое место, ну, например, на свалку, попадёт в ваши ногти отрезанные и начнут там распадаться вместе с остальными распадающимися вещами, там частями, не знаю, что там выбрасывают на свалку, то тогда по вот этой связи, этой нити вашего отождествления всё равно процесс распада побежит, побежит по этой невидимой нити, прибежит к вашему телу и начнёт мешать другим ногтём. Спасибо.